Благоденствие бедных друзей хороших, солнечных дней в судьбе Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, Высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Здесь получается, что у нас целый год Гонзейский, и ваш приезд сегодня, безусловно, для нашего города станет событием, отправной точкой, потому что мы понимаем, что Гонзейский союз подразумевает в себе ряд официальных мероприятий, событий, но здесь мы пошли намного шире. Сегодня в нашем городе присутствует молодежь Великого Новгорода, Совет ветеранов Великого Новгорода и представители библиотечной сферы, которые сегодня в течение дня будут обмениваться опытом, рассказывать о своих городах, приглашать в гости. И, конечно, я считаю, что этим и должен заниматься союз, потому что мы похожие города, мы с большой историей, мы города дружные, города, которые гордятся тем, что они живут и входят в Гонзейский союз. Я благодарен мэру Великого Новгорода Александру Рихардовичу Разбауму, который поддерживает связи, поддерживает общение со всеми городами и выстраивает как руководитель Гонзейского союза абсолютно правильные отношения, отношения дружеские, партнерские, потому что у каждого города есть свой опыт, у каждого города есть своя изюминка, о которой обязательно нужно рассказывать. И Гонзейский союз, по-моему, это отличная площадка для продвижения наших городов, нашего союза, и мы знаем, что новые и новые города присоединяются к нашему движению, к нашей тематике и вливаются в коллектив. На самом деле в последнее время так сложилась большая политика, что мы стали меньше работать с союзом Гонзейских городов, которые сейчас являются уже иностранными для нас, заграниченными абсолютно, немецкими, польскими, закрытыми городами, и союз временно приостановил свою работу. Но Русский Гонзейский союз, он был, есть и будет. И, конечно, нам хочется поддерживать и развивать эти отношения межмуниципальные для того, чтобы дружить, развиваться и делать нашу страну еще богаче, сильнее и краше. Ну а мы с вами, друзья, одной крови, древненовгородской, потому что именно на западных границах Новгородской Феодальной Республики возникла крепость Иван-город. И ехали мы к вам сегодня, ну пусть уже не по существующей, но по Ивангородской дороге от Великого Новгорода в крепость Иван-город. По этой дороге шли наши предки на войну и со шведами. И многие победы благодаря им были осуществлены здесь, на этих землях, на рубежах русского государства. Поэтому мы едины и только вместе, только вперед, делясь опытом, впечатлением, эмоциями, подсказывая друг другу, насматривая друг у друга самое все передовое и интересное, будем делать наше будущее еще ярче. Спасибо всем. Ну, конечно, с ответным визитом мы будем ждать Иван-город, Великий Новгород, потому что кто-то бывал, но бывал очень давно. Мы уже успели с коллегами поговорить, что кто-то даже был 10 лет назад, наверное, теперь уже Великий Новгород не узнает. Поэтому добро пожаловать в Великий Новгород. Мы вас всегда будем рады встретить. И на память разрешите, конечно, подарить от нас книгу. Первая библиотека ведь тоже была в Великом Новгороде. Поэтому, конечно, мы с библиотекарями и с книжками к вам прибыли сегодня. Ну, конечно, никто не уезжает из Иван-города без подарков, поэтому от нас, от наших горожан, от администрации Иван-города, от всех жителей, пожалуйста, два подарка Александру Рихардовичу и вам лично. В составе которой есть представители городского совета ветеранов, позвольте мне передать слова приветствия жителям Иван-города. Кроме слов приветствия мы желаем здравия на долгие-долгие годы. А самое главное, я вижу, например, значимость сегодняшнего нашего пребывания в вашем городе, это то, что мы не только развиваем межмуниципальное сотрудничество, мы не только продолжаем традиции гонзейских русских городов, но мы еще с вами сохраняем историческую память и только за счет единения всех поколений нашего населения, что вашего города, что нашего города, мы можем сохранить нашу великую родину, Россию. Потому что если мы будем Иванами родства непомнящего, будущего у нас не будет. Но вот сегодняшняя встреча, она как раз доказывает, что до сих пор народы нашей страны, многонациональной, постоянно общаются, обмениваются, делятся друг с другом всеми наработками, подставляют плечо. И, конечно, только мы все вместе сможем с вами доказать, что мы едины, мы нерушимы. Победа в любой ситуации всегда будет за нами. Всем молодежи Великого Новгорода. Хочу поблагодарить организаторов за такую многообещающую и теплую встречу. Волонтеры молодой Ганзы, в которую хожу и я, уже здесь не первый раз. Мы были здесь на Ганзейских днях, а вот волонтеры городского совета молодежи и волонтеры юной армии здесь впервые. Но все мы надеемся, что мы получим от этого дня максимум эмоций, знакомств и положительных впечатлений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подай булалайку, подай булалайку, подай булалайку, подай булалайку, ищу сюда, подай булалайку. Мне до телеграммы улетели письма Вместе с дуровями в дальнейшем Пусть же как горел калинный куст, калинный куст А без тебя так и вечер пуст, так и вечер пуст И мне в бою перепела, что любовь переплыла На берегу и загорел калинный куст Твердый посреди крестьянский дом Заходите, люди, в гости, печки-лавочки споем Заходите, люди, в гости, мы вам пропоем про печки-лавочки Как печки-лавочки, да печки-лавочки Я хочу сердечно поблагодарить Иван-город за такой теплый, за такой звонкий прием Потому что, ну это просто действительно вы нам праздник устроили Спасибо огромное А потом, знаете, вот библиотекари, они такой народ Нас хлебами кормим, да, и нам опытом поделиться друг с другом Но современный мир, он диктует свои условия Да, и мы как-то вот все меньше видим живые лица Все больше сидим на каких-то вебинарах, зубы, компьютеры А дружить надо домами Домами, как в старые добрые времена, по-соседски Видишь, мы все, мы вселенная И у всех те же стремления Смотри, весь мир сумма наших желаний Живи, гори и мечта Жарким сердцем, сами страхами обидай Редактор субтитров А.Семкин